Участие в акции «Я мам нет» приняли депутаты Тверской городской думы. Впрочем, спектр вопросов этим не ограничился. Илья Холодов и Артур Сычев провели также совместный прием граждан. Жители обратились к народным избранникам по самым разным вопросам. Тему продолжит наш корреспондент. Депутаты рассмотрели многочисленные вопросы граждан. Большинство из них коснулись актуальной для многих родителей темы. Поступление детей в первый класс, в частности в гимназию номер 10 Твери. Народные избранники пообещали изучить проблему и найти из нее выход. Вместе с администрацией города, вместе с руководством школы нашли такие моменты, которые позволят нам сделать так, чтобы детишки могли получать достойное образование. Также во время приема к депутатам обратились с просьбой помочь в решении жилищного вопроса. Галина Ачилова живет в общежитии вместе со своим сыном-инвалидом. Сейчас место их жительства оставляет желать лучшего. Условия у нас антисанитарные. Бороться там бесполезно. Я бы хотела улучшить наше жилищное условие. Так как мы живем в 12 квадратных метрах, ребенок уже взрослый. Живем тесно. Тверские депутаты пообещали постараться помочь и взяли под личный контроль этот вопрос. В этот же день народные избранники приняли участие в акции «Я мам нет», в ходе которой инициативные горожане собственными силами устраняют дефекты на дорогах. Автором идеи выступил депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев. Местом устранения «Ям» в этот раз стала подъездная дорога к специализированному дому ребенка «Теремок». Будет здесь комфортный въезд организован. Думаю, не так это на самом деле сложно и дорого. Я рад, что у нас есть наша поддержка из предпринимателей и жителей города, которые в этом активно участвуют. Будем продолжать вместе с ними дальше благоустраивать варианты нашего города. Чтобы оперативно убрать ямы, активисты покупают в строительных магазинах холодный асфальт, а потом утрамбовывают его на проблемных участках. Главное преимущество проекта в его точечности. Участники занимаются устранением небольших повреждений. Если всем миром это делается быстро, просто и надолго. Данная технология позволяет решить проблему не на один год, она эффективна и безопасна. Я получаю моральное удовлетворение, считаю, что мы делаем правильное и полезное дело. В ближайшем будущем проект планируют расширить, закупить новое оборудование и материалы. А самое главное – привлечь инициативных граждан, которые готовы присоединиться к этой инициативе и помочь в устранении ям. Ведь главное в этом деле – желание оказать помощь и личный вклад в доброе дело.